Три дня. Средняя продолжительность шахматных турниров. В этом году голосование на выборах губернатора идет ровно столько же. Это очень удобно, признается чемпион мира Сергей Корякин. Сейчас я находился дома, поэтому мне было несложно сюда приехать проголосовать. Но я помню, когда в последний раз были выборы президента, я находился на шахматном соревновании в Германии. Я пришел в посольство, проголосовал, и все было нормально. Поэтому какие-то должны быть запасные методы для тех, кто не может физически присутствовать по месту жительства. В этом году сотрудники Одинцовского МФЦ отмечают высокий интерес к альтернативным способам голосования. Это стало возможно благодаря информационной кампании, которая проводилась в августе. Жителям округа рассказывали о возможности отдать свой голос за кандидата на дому или онлайн. Светлана большую часть времени проводит дома, но вырваться на избирательный участок – проблема. У нее пятеро детей и не минуты свободного времени. Поэтому проголосовать на выборах губернатора женщина решила, не отрываясь от домашних дел. Проголосовать на дому – это прекрасная возможность для меня, как для многодетной мамы. Сегодня с утра я успела и детей в музыкальную школу проводить, и дома обед приготовить, потом в бассейн сходили. И буквально звонок в дверь, достала паспорт из сумочки пару минут, отдала свой голос за кандидата. И дальше занимаюсь своими делами. Пошли на прогулку с детьми. Так что все успели, благодаря такому хорошему шансу. Проголосовать на дому решил и ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Ковалев. Ему 97 лет. По квартире передвигается с тростью. Дойти до избирательного участка в гарнизонном доме офицеров непросто. Раз разрешено уже законом, что члены комиссии могут приехать и организовать на дому, я пошел по этому пути, раз не могу добраться до избирательного участка. Курсы компьютерной грамотности пошли на пользу представителям активного долголетия. Теперь они не боятся открывать для себя новые горизонты. Когда Наталья Романенко узнала о дистанционном электронном голосовании, сразу решила попробовать именно таким образом принять участие в выборах. Было очень интересно опробовать эту систему. Мы на протяжении всей своей жизни всегда голосовали в бумажном виде. Эту систему мы уже как бы изучили. И нам, как поколению старшего возраста, очень хочется попробовать новые технологии. Мне лично очень понравилось. Для тех, кто боится технических трудностей, работают центры поддержки. Кроме того, на вопросы избирателей, связанные с дистанционным голосованием, готовы ответить специалисты горячей линии.